всем привет зачем нужна операционная система linux если есть операционная система windows именно так может звучать вопрос зачем вообще нужен этот какой-то непонятный linux если есть windows с 90-х годов очень многие пользуются продукции компании microsoft напомню что это коммерческая структура которая присутствует во многих странах мира и продвигает свою операционную систему сегодня это уже windows под версии 10 когда-то это был мс-дос сокращен сокращенно от microsoft-дос на самом деле операционная система вернее дисковая операционная система она была написана не компания microsoft она была куплена у сторонней компании тогда это все называлось дирти-дос грязная операционная система позже она стала мс-дос потом появилась скажем так даже не операционная система а надстройка графическая надстройка надо однозадачная мс-дос windows 1 windows 2 windows 3 и потом уже появилась более всем известная windows 95 это по-прежнему всего лишь была программка которая запускалась поверх однозадачной мс-дос и не более того и только начиная с windows xp а это то что реально можно назвать такой вот многозадачной операционной системой насколько это все было революционно но это не было революционно совершенно еще восемьдесят пятом году на компьютере коммадур амиго была многозадачная операционная система там это называлось мультитаскинг а кроме того там одновременно выполнились разные программы и самое интересное что эти программы одновременно на экране могли иметь разные разрешения это конечно вообще потрясающе благодаря специальным чипом которые встроены были в амигу они следили за ходом луча на кинескопе и поэтому могли творить просто чудеса так вот суть такая что windows это было всегда коммерческая операционная система и конечно же она преследовала главную цель получения прибыли и если у вас нет финансов приобрести операционную систему а я напомню что приобретая windows по крайней мере старых версий вы приобретали просто операционную систему и на самом деле никаких инструментов особого для работы у вас там и не было хотя можно конечно пытаться работать в блокноте или вордпаде но это не согласитесь не немножко не то что ожидаешь в этом плане у macos там побольше как бы был инструмент но тем не менее все времена далекие потому что сегодня в комплекте windows 10 идут в комплект достаточно много бесплатных программ но при этом сама операционная система вообще не дешевая то есть а есть версия home до для дома есть версия про профессиональная для профессиональных пользователей но если вы решаете что все так просто я куплю home домашнюю версию и мне не нужны недоменные всякие там навороты в профессиональной версии то ребята все не настолько так там дошли до того что стали всякие задержки платить в операционную систему просто при сумке тупо медленно работает это вообще маразм конечно так вот на фоне этого всего глину 100 роль сначала разрабатывать сперва себе себе он разрабатывал терминал с помощью которого хотел подключаться компьютером своем универе и он его писал писал и дописался до того что она превратилась вибрационную систему он выложил коды так сказать тот прообраз интернета который когда был и предложил всем кто хочет бесплатно можно там добавлять улучшать и так далее постепенно в этот процесс втянулся много разработчиков и операционная система раз стал расти не по дням а по часам и то есть начала даже как бы показывать определенное влияние но вообще линуксу честно говоря не светила стать звездой операционной системы как это сейчас происходит по той причине что в то время был значительно более сильный игрок эта операционная система free без д но в какой-то момент она погрязла в патентных дрязгах судебных и пока она отбивалась и отбилась эта операционная система время было безвозвратно упущено и получился перевес в сторону операционной системы линукс линукс состоит из ядра и программного обеспечения программное обеспечение разные программисты писали но в основном основу заложила движение к ну да и и ричард столман то есть они написали базовые утилиты ночью такие вещи без которых сегодня мы даже не могли подумать что может существовать и процент тема почему сделали они очень и очень много для этого всего но на самом деле тот же столбин линукс считал опять же временным костылем который пока он попользуется потом они сделают свою операционную систему это операционная система уже практически вам три десятка лет все пишется никак не допишется и уже наверное и не допишется никогда тем не менее в общем какие основы были заложены в сам линукс а это монолитное ядро то есть в ядре было все в одной куче и ядро будет большой и становится больше 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 и вот на это все ругались и говорили что мы это какая-то дурацкая идея и создатель миникса один из преподавателей до у линуса торбольца создатели линукса тоже они между собой там пересрались насчет этого всего потому что тонн балмон он считал что ну так монолитное ядро это не хорошо должно быть микроядерное ядро там то есть из многих ячейк каждый чек свою задачу решает и свое свою операцию и они никак не связаны и такие операционные системы типа будут лучше например идея такой операционки была в операционке hard от ричарда столмина или там в кенексе в системе реального времени но показала реальная практика может быть программиста никогда как-то все это сделали может быть надо было больше после на самом деле вот на практике оказалось что вот эти вот все ядра микроядерная архитектура они не настолько стабильные как бы хотелось а вот монолитное ядро она здравствует потому что если когда-то из 640 килобайт было нормально то на сегодня вы знаете что это все гигабайтами сотнями гигабайт оперативной памяти все исчисляется поэтому это опять же не является какими-то сдерживающими факторами но в итоге мы к чему приходим что на сегодня в двадцать первом году операционная система linux конечно очень хорошо развилась развилась она как несколько компаний ну в основном коммерческие кстати они подбирают программное обеспечение в подавляющем большинстве она бесплатная и его компонуют с ядром ядро также постоянно развивается обновляется ядро из себя представляет как основные процедуры работы процент системы так и драйвера разных устройств поэтому на linux почти никогда не приходится искать какие-то драйвера то есть все устройства в принципе в большинстве своем работают сразу воткнули и работают но есть конечно исключение из-за производителя например некоторые принтеры что может быть придется повозиться чтобы заставить работу тому что вообще у вас не удастся заставить работу но вы скажете да ерунда какая-то вот винта все такого нет я винт всегда все что угодно поставлю расскажите это сканером мастек у которых последний драйвер был для windows 98 сканер отличные все работает прекрасно но современной операционной системе вы не можете его использовать просто не будет работать допустим как пример да вот и все а если в ядре linux этот мастек был прописан то он по-прежнему как работал так и работает ничего ему с этого не будет а вот в этом много плюсов но обычно из драйверов ставят драйвера для видеокарты но честно говоря это не всегда нужно но понять что если у вас мощность современной видеокарт хочется всю ее можно задействовать в linux но как вы ее задействуете для чего играть в linux но вот этот одна из глупостей которые возникают в головах ног я и видел много статьи где пишут я теперь играю в linux ну купе честно говоря сложно что-то представить потому что на самом деле для самого linux а игр ну написано чудовищно мало реально было попытка портирования огромного количества игр какой там период с windows на linux и вышли и герои меча и магии 3 и рун и много игр вышло но даже горький 17 вышло но смысл в том что все это не принесло успеха потому что никто не стал покупать фирма обанкротились и на этом все заглохло и больше никто не собирается какие-то игры так вот делать реально поэтому когда говорят я буду играть на linux и подразумевать что он под эмулятором будет запускать игру с windows это бред и тем более это бред был раньше сейчас еще steam компания вов она подключилась и делает такую прослойку протон называется которая вроде как не всегда с глюками через пень колоду запускает ряд игр и это можно запустить ну это вообще будет маразм это бесполезно какое-то занятие поэтому если у вас идея играть на linux потому что он бесплатный в большинстве своем хотя есть и платный linux ну это так себе идея это попытка борьбы с ветряными мельницами чтение мануалов запаситесь хорошим бубном нет конечно можно поставить вайн поставить какие-то игрушки и сказать да я играю в linux и ну ребят ну не очень серьезно метро запустите последние это экзодус или там там прайдер допустим да еще посмотреть что у вас не было падения быстродействия и так далее сейчас столкнетесь с тем что direct x 12 там нет и и не скорее всего никогда не будет и так далее и так далее поэтому вот эта идея что я поставил linux чтобы играть но это бред мы просто глупость какая-то из тех игр которые блин к сесть но мне например очень нравится супер тукс это платформеры клонами супер марио ну классно да я его уже лет 10 там иногда поигрываю там проходишь прикольная классная игрушка но она опять же не на не уникальная она клон можно ли писать игры под linux ну можно там есть определенные движки игровые даже на которых можно писать можно спрос писать использовать какие-нибудь библиотеки например sdl можно использовать или opengl можно использовать на си можете писать и так далее ну то есть в этом то проблем нет потому что linux всегда бывает операционной системы программистов но не игровых и вообще как бы таких очень таких скажем задротно терминальных поэтому если вы хотите что сейчас вы будете использовать какой-то айди для языка программирования вроде как warland pascal или дельфи или там рад студия и так далее мне что или visual там си какой-нибудь нет такого нет единственный язык программирования которые в принципе на таком уровне да это гамбас сейчас он третья версия он да и форма ориентированной в этом формочки расставляете код пишите у него много модулей и так далее да он хорош он имеет синтаксис basic а поддерживает и база данных разная и график все подержит но опять же игры на нем писать на не знаю там есть модуль sdl наверно можно зачем ну то есть если просто на sdl и на пинжель я писал такие вещи пару-тройку игрушек писал под linux и кстати вообще без каких-то проблем их компилировал и для linux и для windows у меня это все работало то есть это возможно если определенное конечно ограничение главный плюс у linux это то что вам в принципе не нужно ничего покупать вы можете выбрать дистрибутив от какой-нибудь компании есть дистрибутивы но например дебиан есть очень известный дистрибутив весь себя свободный до такой степени свободной что можете огрести даже проблем не поддержка каких-то устройств потому что качество драйвера на них проприетарные то есть коммерческий не свободный исходный код и поэтому разработчики этого сборщики будь его выкинули просто эти драйвера и дистрибутива например да вы конечно можете их потом поставить но уже сразу огребете проблем когда у вас что-то будет не работать кроме того в целом дебиан настолько старый насколько только можете представить как ну скажем так дерьмо мамонта костеневшие то есть разработчики вообще они хвалятся что у них очень стабильный дистрибутив и все выверено ну просто до посинения и действительно если вы там ну что-то серверной части делаете какие-то утилиты используете то есть вот такой момент например я настраивал веб-сервер или какой-то базу данных на убунту да и я голову сломал почему у меня там определенные вещи просто не работали squid я настраивал до squid и у меня просто они не работали я просто убился я не мог найти ошибки пока не поставил дебиан и там все это просто заработала оказалось что в коде именно сквида для убунту там просто были ошибки поэтому это все не работало где бияне это все просто работало но где бияне софт на несколько чуть ли не лет устаревший понимаете вы все равно сталкивается определенными проблемами если вы пользуетесь какой-то программой она в дебиане или еще вообще нету или она таких старых версий что у вас просто код ваш например не может работать если вы ну как вы тут разрабатываете на никто на нескольких машинах и так далее то есть там очень много устал с проблем и кроме того вот это вот хваленая стабильность в принципе все линкс очень стабильные они просто железобетонно работают чтобы его убить или там перестал работать не знаю что там надо с ним взялся если вы физически его в окно выкинуть вместе с компьютером эту операционку тогда наверное что-то с ней случится у меня был случай когда в организации компьютеры были настолько убитые сломанные глючные блоки питания уже вообще ничего не тянули без конца зависали ну и просто не работали от старости уже совершенно и финансов там не было что это все улучшить и windows на windows там было невозможно работать но когда туда поставили сусе линуксы как будто что-то поменялось они вообще потом еще работали пока физически уже не сдохли совсем еще года три вообще ни одного глюка ничего просто идеально работали потому что они работают а линус работает по-другому с железом совсем другая причина система совсем другая логика логика не вообще классная все файлы но это отдельная тема конечно вот и вот в дебиан а его стабильности я конечно что что он весь такой себя распроверенный я очень сильно засомневался когда установив какую-то новую версию дебиана я пошел запустить как раз на нем в пин офис щелк на значок текстового редактора не открывается мне не понял новый дистрибутив они рассказывают что него прям весь от вылезали от тестировали точно сто процентов рабочий вот вот главное меню вот эта программа сразу ну раз вы от тестировали давай я щелкаю не запускается ну что полез гуглить оказывается там ошибка у них есть они забыли создать какую-то папку в каких-то дебрях операционной системы и мне пришлось и и ручную создавать после этого заработал но это к вопросу что там все прямо а точно да нифига ничего подобного просто софт старый очень старый но суть такая что есть дистрибутивы вот рассчитанные на современных как бы более так сказать современных пользователей таких ретроаградов это у нас убунту но убунту опять же следует рассматривать как такой план задарный для экспериментов потому что вечно какие-то функции засунут которые еще толком не работают а потом выясняется что они не работают на вас причем живьем да такой же экспериментаторы компания redhead или redhat красная шапка у них есть для экспериментов дистрибутив fedora он пожалуйста бесплатно скачивайте его пользуйтесь да есть дистрибутив собственно redhat который платный и там уже как бы то что обкатали fedora приходит туда сусе linux очень качественный дистрибутив можете его бесплатно скачивать там есть и роллинг релиза то есть постоянно обновляющийся и такие обычные релизы вот кстати вопрос обновлений да это один из тех моментов за которые я ненавижу windows совершенно вы утром включаете компьютер чтобы работать и тут выясняется что компьютер вам все не собирается дать поработать потому что он накачал каких-то обновлений сейчас он без вашего вопроса уже собирается их даже не тоже собирается он уже начинается применять и вы сидите час-полтора ждете когда он там что-то там обновляет мне это не надо то есть это вообще идиотизм просто кретинизм в линуксе там не так хотите обновили не хотите не обновили но тоже смотря какой вы модель выбрали если вы выбрали модель классическую когда хотели захотели тогда обновили то все хорошо да но если вы хотите быть на стрие ножа хотите все время самый последний софт час назад программист выпустил новую версию она попала уже в репозитарии компьютер витинга то там новая программа давайте поставлю тогда хочу на вью хочу на вью вот то тогда вам конечно роллинг релиза нужны но так как так все там постоянно свежие 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 там тогда надо следить чтобы у вас была актуальная система постоянно и обновлять если вы этот вариант выбрали так вот ребята в чем зачем linux если есть windows windows стоит дорого то есть не вы можете конечно там как-то его взломать поставить посадить все трояна который у вас там будет палить ваши карточки ваши пароли куда-то там отсылать это ваше дело без по без проблем но в целом лучше конечно windows купить вот но купив windows и все равно на нем ничего не сделайте сейчас есть программы например для графически чтобы с графика работа вам не обязательно покупать дорогущий photoshop который кстати сейчас он вообще подписки идет как в аренду вы можете поставить программу game это такое скажем так photoshop для бедных в принципе в нем все можно сделать основные операции какие-то но конечно photoshop он круче он лучше определяет в нем как-то вот алгоритмы лучше и так далее что потому что варить если хотите свекторная графика опять же можете в windows и поставить программу on skype это конечно не корил дро тоже но в принципе можно да если хотите верстать то опять же это не пейджмейкер или там еще какая-то программа это программа скрибус в принципе верстать можно я вот 10 лет на ней на скрибусе журнал верстал как ну не умер хотя и были там вопросы определенные при если вы хотите какую-то табличку заверстать это проще пойти убиться об стену чем эту табличку заверстать а в остальном в принципе все даже было и прилично но но все эти программы не появились благодаря линуксу потому что они были созданы для линукса на линуксе и только потом были портированы понимать и если бы не линукс этих программ бесплатных хороших никогда бы не появилась на windows поэтому windows если есть что-то хорошее например аудиоредактор audacity дать если бы не было удасти линуксового который туда перекочевал а в windows то минимум 50 долларов стоила программа которая может записывать аудио не было бы линукса вы не смогли бы никогда бесплатно что-то в 3d моделить какие-то модельки делать а благодаря линуксу у нас есть blender программа ну очень хорошие по 3d моделированию может все-таки она не такая крутая как 3d max но или там еще какие-то программки да там но вы на ней можете сделать все что захотеть все просто может быть чуть-чуть побольше усилий потребуется вот там все красиво последней версии там рендерер cycles очень крутой появился и и быстрый рендеринг и в тоже очень хороший и так далее так далее ну то есть программа прям обалденная и она тоже windows и теперь есть но не было бы линукса не было бы ничего этого windows понимать и вот суть такая что когда вы купаете windows она сама по себе с толком ничего не умеет и вам для всего нужны какие-то программы программ для windows написано много но в основном они все платные если вы хотите кряками какими-то пользуются то вы себе просто вирусов и троянов насаживаете в компьютер а вот поэтому все купи 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 и так далее а вот когда вы ставите линукс то это во первых главное отличие это присутствие репетиторе в windows постепенно мы как компания красоты в разработке прицел всем windows она постепенно перенимает вот эту модель и как у линукса на потому что она хороша у линукса репозитория то есть есть официальный набор программ всех возможных программ которые могут вам понадобиться там список программ уже давно за 35000 перевалил я уже года три-четыре не следил какой там сейчас количество вообще огромное какое-то так вот если вам нужна какая-то программа вы не кидаетесь как windows в интернет не гуглите не поймешь на каких фейковых сайтах что-то скачиваете и потом огребаете проблем операционка падает не работает так далее нет вы просто запускаю ну запускает ли программку где выбрать списке программ вот этих вот либо в консольке пишите как название программ который вы хотите ли пишите тем на какой это программа замки там вываливается огромный список вы выбираете то что вам нужно и она бесплатно все ставится это бесплатно и там нету из скрытых что потом заплати дай денег нет она все бесплатно все работает поэтому ну ну классно то есть надо вам pdf посмотреть вы раз так написали что умеет pdf показывать там сразу xpdf adobe reader тоже есть а events пожалуйста все поставили надо вам дежавю посмотреть написали дежавю показывает на то что надо вам какой-то архив распаковать написали там тут же архивчик распаковщик архиватор скачался или запаковщик все уже умеет хотите веб-сервер сделать или по язык программируем там си там г-си-си до написали установилась бесплатно программу питон питон печь пи-пи-пи то есть а и так далее так далее все есть в этих репозитарях сейчас у windows появился аналог это а вот этот microsoft store магазин да где там сейчас windows 10 что-то тыкаешь он говорит хотите узнаете с магазин тогда и но и вот из репозитария уже макрософтовского там что-то докачивается доставляется я несколько программ так вот ставил из этого репозитария windows но это все вот пришло из linux и это классно в общем но в целом windows и вы так раз а чем не то-то делать и начинаете рыться и везде там купи 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 в linux раз все и так бы есть но но разница в классе софта то есть безусловно что софт на windows круче и вот например аналог аналог например программ который я монтирую видео davinci resolve конечно там есть какие-то более примитивные аналоги но они вообще не сравняться с тем что умеет davinci да и solve она работает windows и поэтому ну какие-то вещи просто они невозможны на других операционка поэтому тут приходится вы смотрите если вы используете для монтажа видео то в linux вам не подойдет хотя вы можете windows linux рядом поставить на другой раздел у вас быть две операционки хотите так хотите вот так это же никто не запрещает поэтому вот когда нужен какой-то реально высококлассный софт прям мега гига супер ну например мне нравится развести разработку игровую в гейммейкер программе да и гейм гейммейкер студии он сейчас называется кемикер студию 2 я вот в team купил кемикер студии 2 studio вот она работает только в windows я в linux не могу такие вещи делать да там есть другие оболочки в которых можно программировать но для меня очень важно чтобы мне нравилось окружение в котором я это программирую если мне среда не очень понравилась то я не получу удовольствие вот мне это не подходит поэтому в гейммейкер допустим мне нравится в какой-то другой вещи не нравится вплоть до того что ну проще мне перейти вообще я могу какую-то игрушку вообще блокноте грубо говоря написать ну например как star fighter я писал малюсенькую такую игрушку из пары уровней звездолётик летел там стреляла в я ее вообще писал даже без текст ну как без айди без какого-то я его ее писал на на редакторе ну это вообще в к в консоли в терминале там не подсветки синтекса ничего я просто это все набрал скрипчик написала для компиляции через гсс и и все пах и раундом ты запускаешь его запустился скомпилился все можно запускать играть там и так далее музыку он проигрывает ну то есть какие-то вещи есть векторная графика если вы не супер профессионал вам не нужен корил дро просто что-то векторами накидать то вы можете в линуксе в инк скайпе если вера строго и можете в гимпе если там ну опен офис конечно заменитель ворда да опен офис он тормозной и так далее и он такой дурацкой логикой но в принципе то он нормальный в нем можно делать вещи многие и многим не буду достаточно если в какую-то организацию ставить linux то вы смотрите в организациях если стать linux они windows вы во первых вам не нужны лицензии вы просто выбираете дистрибутив где не нужны лицензии вот вам не надо покупать linux 1 софт у вас весь бесплатный второй момент стабильность компов там никаких вирусов просто в принципе нету то есть просто железобетонная пользователи там ограничены своей домашней папкой по правам на тоже они ничего не могут сделать в крайнем случае если они что-то там на хрена вертили вы просто эту папку почистили и все там как будто там ничего не было на 5 идеален да а по вопросу зависания но не практически очень никогда не зависает даже если вы думаете что операционка вдруг зависла на какой-то программа тому подвесила x-сервер то на самом деле вы можете обратиться к горячими клавишами нажав на клавиатуре напрямую к ядру и загасить x-сервер ну это сервер отвечающий за графику там клиент серверная графическая архитектура очень интересная вот так хлоп клавиши иксы упали и тут же самые запустились и у вас все оказывается ничто там не зависло да или у вас иксы повисли вы раз горячими клавишами ушли в терминал и в терминале оказывается ничего не зависло вы можете прекрасно работать какие-то программ подвисший просто закрыть и так далее то есть ошибки софта то все равно могут быть поэтому идея чтобы ходить поставить link чтобы играть это ребят дурацкая идея на linux и можно играть какие-то примитивные игрушки ну даже клейк 3 вы там поиграть но вот серьезно про это глупость говорите вы просто поверьте мне кто-то сейчас прибежит скажет то я играл новых здорово но ding в windows это можно было сделать проще и как бы с лучшим результатом вот если вы хотите работать каким-то профессиональным пакетами опять же с монтированием видео опять же лучше это в виндосе делать но в организациях где работают с документами с офисными в 1с можно в облачной прекрасно работать на супер стабильных компах которых не вирусов ничего ничего им не будет просто железобетонные вещи которые там годами вообще работает как часы принтеры обычно linux просто подключил если эти модельки знают linux они просто не драйверов ничего не надо например hewlett packard 10 10 воткнули принтером просто сразу работать и есть все ничего не надо красотище сейчас windows здесь тоже это переняли но в данном случае когда втыкаешь принтер windows пытается со своего опять же репозитарий который передернут по идее из линукса но идея передернута не репозитарий и он там драйвер подкачивает да но это все так а в линуксе эти драйвера не прям в ядре и вы скажете ой это же все груз нет там все модульное и просто при загрузке ядра устройство сообщает что я есть а ядро глядит если есть такой модуль драйверов она просто есть такой устройство но его подгружает если такого нет она не подгружает она не становится просто сроком ядре так как она модульна именно то что нужно кроме того то ядро она разное вы можете сидеть на ядре стандартном до дженерика можете для себя real time ядро установить прямо за репозитария для линкса напишите скажите хочу ядро real time она загрузится реал-таймовская как бы с большей отзывчивостью или счетом какие-то нюансы есть если вы хотите писать музыку опять же линукс не подойдет потому что в нем нету хороших программ для записи музыкантов там сейчас прибегут скажет там есть лммс и так далее но ребята это не серьезно это такие вот простенькие вещи которые рядом не валялись не с кубейсом не с фл студию и так далее с другими вещами ну то есть это ну другой уровень да можно поковыряться и что-то записать но если вы реально профессионализм хотите но нет линукс его для этого не подойдет линукс классно подходит для серверов для веб-серверов обалденный а для файловых серверов обалденный в нем потрясающая файловая система вот сколько раз это ntfs несчастная убогая с ошибками валилась там пап файлы портила бесконечно у линукса шикарная файловая система там такого нет в x3 в x4 чтобы что-то там сломаться там даже дефрагментации по сути практически никогда не бывает вы смотрите windows есть одна только xp одна только файловая система антифейс раньше была fat32 на который вообще был кошмар там с файлами беда была с антифейс тоже беда часто бывает они пытались microsoft внедрить новую файл систему блин как же на ри ри на ри как-то и фс как-то какая-то фс что чуть как-то так называется не получилось вроде вот потом сказали что за и все-таки на нее или не знаю не перешли не вроде не перешли так у них не получать за это время в линуксе огромное количество шикарнейших файловых систем extension 3 extension 4 это журналируем файл системы которые убить и крайне сложно extension 3 просто вам невозможно убить его вообще а если вам не нужен журнал и вы хотите аналог какой-то fat32 с максимальным быстродействием это extension 2 они все между собой прозрачные то есть если extension 4 вы можете превратить в extension 2 или extension 3 можете превратить extension 2 просто там в команде сказав что отключи журнал и все это уже extension 2 понимаете как классно есть файловая система рейзер фс ганса рейзера очень классная была но сейчас она стагнирует а есть файловая система xfs роскошнейшая есть такие но этот я назвал те файлы систем которые есть еще btrfs гуглевская файловая система на которой весь google там ваши данные хранит на самом деле я назвал сейчас вот extension 3 и xfs это супер надежные файлы системы которые можно вообще с закрытым главным доверять что касается других файлов систем они могут требовать источниками с приборного питания не более проблемные не то что они проблемные но они требуют уже оборудование специального которого у вас скорее всего нет поэтому я бы не советовал ставить gfs а объемовскую файловую систему или там btrfs тоже бы не очень советовал по той причине что хотя утверждает уже лет пять что она стабильная на самом деле она такая альфа-бета она все еще в разработке она и короче есть к ней вопросы и претензии ну например была ситуация когда я пользовался btrfs мне вдруг стал сообщать что нету места я замучился гуглить почему потому что мне место было там еще пол жесткого диска и так я не победил я кучу формов перерыл проблема такая была но решение такого не было поэтому как бы это периодически заявляется что это супер там уже классная система btrfs который можно пользоваться но extension 4 наверное самый оптимальный выбор или если хотите можете xfs если хочется какого-то разнообразия или можете extension 3 например для какого сервера можно выбрать extension 3 потому что просто железобетонная она совершенно бронебойная такая не не убиваемые файлы там всегда будут живые у меня некоторые очень важные вещи они вот на extension 3 хранятся вот то есть но есть свои плюсы в линуксе поэтому вы выбираете хотите быть музыкантом в линукс не подойдет хотите музыку слушать линукс подойдет в линуксе роскошнейшая аудиосистема альса называется очень крутая с низкими латынция задержками очень классный звук то есть музыку аудиофилм может слушать вообще без проблем потрясающие аудио проигрыватели mpd например и то и попроще есть очень классные мне нравится тоже аудио целую с дэдби в проигрыватель более классического вида но я сам mpd используя клиент серверная такая вот архитектура проигрывателя с фронт-эндами на сторонних устройств например с телефона управлять ну классно графику рисовать вот ребят смотря какую если пикселяр то там есть граф x2 программа пиксельная то есть если вы windows сейчас дернетесь и найти графический редактор там купи 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 или даже бесплатно потом а эта функция купи купи и так далее ну опять же график съесть график 2 что такое график 2 у кого была мига ребята была такая программа deluxe point вот график 2 это попытка воссоздать делюкс пайнт только к делюкс пайнт конечно покруче был но в принципе делюкс пайнт он и есть он кучка рута и время обогнал просто фатально глобально вот но опять же он есть и в linux и windows этот график если вы хотите рисовать там электронным пером да то опять же my point есть и в windows и в linux то есть тоже вы без проблем будете рисовать или в гимпе можете рисовать и там там 3d моделировать но смотря в чем если в блендере можно в linux вполне делать если вы в 3d max или там в других программках то windows наверное и опять же все таки когда вы используете windows например в блендере да все таки там поддерживается все навороты с помощью драйверов и так далее в windows лучше чем это в linux произойдет поэтому все таки для 3d моделирования был советовал больше windows для игр советую windows для программирования смотря в чем вы программируете но в целом айди в windows и будут лучше на другой страны если вы программируете в чем-то типа кода blocks в айди такой простейший бесплатный да то можете и в linux программировать без проблем в линксе есть вот отличный язык программирования гамбас 3 но программа будет работать только в линук себе ну я писал в линуксе большую программу клиент сервера на архитектура на гамбасе 3 четверть миллиона символов кода работал он там с базой данных очень много функции ну все стабильно работает там всякий отчет формирует там на pdf принтер на не pdf принтера рассылки почтовые делает там с задным интервалом то есть там все без проблем делается огромное количество модулей то есть язык программе классно опять он очень специфический вы эту программу windows никогда не перенесете просто если только с нуля и писать я не знаю сколько вы будете четверть миллиона вот эти вот пановые писать сколько надо времени вот поэтому вы сразу выбирать если вы игродел и game девелопер да то я бы лучше сказал сразу пробуйте в windows и делать game maker программы например или unity или может анрил если вы хотите 3d какое-то крутое делать то есть там инструменты лучше будут в windows и вот в принципе я кратко попробовал какие-то основные базисные моменты коснуться зачем линукс если есть windows то есть я показал какие-то плюсы и той и другой платформы минимальный на самом деле эта тема безграничная понравилось видео поддерживать канал нажимайте пальчики есть возможность отблагодарить донатом также по ссылочке напишите интересно ли вам эта тема я могу также рассказать подробно о какие какие дистрибутивы linux есть какой стоит выбрать из этого большого списка почему чем они отличаются но это когда дел такой минимальный ну всем пока до новых встреч